Сейчас-то каждое утро нам передают по всем каналам, что скапливаются стяги войска около границ и что там даже президент сказал, что в любой момент возможен начало войны, но мы не будем начинать первое, но это возможно. Вы как военный эксперт, известны все-таки, что об этом думаете, как вы на это реагируете? Это искусное подогревание? Нет, ничего подобного. Вся сумма признаков указывает на полную готовность той стороны к открытию боевых действий. Нужно лишь политическое решение. И они накопили здоровенный потенциал, куда более крутой, чем был до сих пор. И будут пытаться там устраивать очередные Дебальцево в двух-трех местах, на больше их не хватит. На больше их не хватит. Я могу сразу успокоить людей, чем? Что угроза военного поражения Украины исключена. Украина не будет завоевана военным путем, даже если не сосредоточат здесь все усилия, поднимут авиацию и все остальное. Не будет. Мы уже ушли от того момента, Россия утеряла исторический шанс нанести нам военное поражение. Максимум, что они достигнут, сконцентрировались все усилия, потеряв кучу людей, ну еще где-нибудь на 20 километров продвинуться, еще один город захватят. Там один, два, три максимум. Но я думаю, что этого не будет. Мы уже научились бить, как говорит президент, по зубам. И если не будем тупить, то все будет нормально. И это доказательства Дебальцево. Дебальцево узкая кишка 25 на 10 километров насквозь простреливающейся артиллерией. Где были идеальные условия, созданные нашим любимцем Муженко, который умудрился вывести бронетанковые резервы перед началом операции в Дебальцево, имея все данные разведывательного, сумел вывести более 100 единиц бронированной техники. Кулак, который способен был противостоять всему этому, переиграть ситуацию, в другой сектор, под аэродром. И это стало командой к наступлению, потому что их ротные батальоны и тактические группы с бронетехникой пошли вперед на наши территориальные батальоны, у которых самое серьезное противотанковое средство считалось СПГ-9. Это гранатный нот, который на плече, но только на треноку поставленный, а он не считается серьезным. И вот когда я в училищах делал тактические расчеты, нам преподаватели кафедры тактики говорили, что СПГ вообще не считаете, они не способны поразить современный танк. Так вот украинские бойцы поражали современные танки именно этими средствами. Более того, они не смогли замкнуть котел, они взяли его, но котел не замкнули, лавайска не получилась. Это показывает, что мастерство украинских военных и ситуация сильно возросла. Сколько, по вашим данным, жертвы? Разные называются цифры? Несколько сотен человек, наверное, но это все уже я точно не знаю. Сейчас мало кто знает это. В чем нюанс? Я вижу, как они готовятся, та сторона. Они понимают, что у них не хватает живой силы. Дураки, которые стремились воевать, и идейно они все заканчивались уже. Сейчас здоровая доля вооруженных сил Российской Федерации непосредственно. А второй момент, есть такой момент, что я вижу, как они по сумме признаков, как они строят наступление новое. Это будет преимущественно артиллерийское наступление. Почему? Живой силы не хватает ходить в атаке на напорные пункты с пулеметом на перевес. Быстро заканчивается. Поэтому они будут пытаться захватывать что? Они будут использовать то малое количество живой силы и техники, которые у них есть, концентрированное и подготовленное, для захвата выгодных артиллерийских позиций. Например, мы берем позицию, с которой украинские силы можно обстреливать на запад, на восток, на север и так далее. То есть сразу держать под контролем. Широкий нашел. Перекрестки дорог и так далее. Удобные высотки были интересные, отдали их. Если наступать широкими танковыми и пехотными массами, 10 сталинских ударов, у них уже не получается. У них нет этих масс, людских и танковых. Поэтому это будет так. Они будут пытаться захватывать такую позицию, ударно концентрировать усилие, а потом громить нас артиллерией, разведывать с помощью беспилотников, с помощью радиоэлектронной разведки, и пытаться разрушать наше сопротивление массированными артиллерийскими ударами, и потом продвигаться, захватывать уже разрушенное. Штурмов уже не будет. А это в свою очередь дает, ну таких отчаянных, кроме ключевых позиций, это дает нам очень большой шанс. Потому что украинская артиллерия на высоте. Здесь лучшая артиллерийская школа в высшем Советском Союзе была. Она прекрасно себя показывает. Я слышал лично радиоперехват еще в начале, в июне, когда они базарили российские офицеры по радиосвязи. И они говорят, слушай, ну хохлы стреляют лучше, чем мы во вторую Чеченскую. Даже мы после второй Чеченской. Это что ты хочешь, у них было три училища самых лучших. Хмельницкая, Самская и Одесская. У нас неплохая школа. В артиллерийских противостояниях мы имеем шансы. Кроме того, мы накопили резервы. Мы накопили серьезные резервы. И если их правильно применять, можно очень сильно переиграть. Как бы так ни было, что во время этого наступления мы еще и взяли и освободили парочку городов уже. Перестали только обороняться. Не все так плохо. Они действительно готовят наступление, они действительно ждут только команды. Они ведут сейчас массированную дезинформацию относительно там истинных сроков. Причем она ведется на самом высоком уровне. Например, руководству ДНР сообщается ложная дата наступления. То есть они в полной уверенности, что мы будем наступать тогда-то, а потом оказывается это не так. Но я не надо бояться. Мы отобьемся. Не только отобьемся, еще и навешиваем им хорошо.